15 февраля в России объявлен Днем памяти воинов-интернационалистов, а в этом году отмечается 34 годовщина с момента вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. В начале 1970-х годов страну поразил экономический кризис, а вместе с ним голод, засуха и массовый падеж скота. Повсюду вспыхивали вооруженные мятежи, чем не применил воспользоваться двоюродный брат монарха Мохаммед Дауд. В 1973 году монархия была свергнута, и Афганистан был провозглашен республикой во главе с президентом. В апреле 1978 года случается новый переворот, и власть берет всецело поддержанный СССР Нур Мохаммед Тараки. В этот же момент в рающей партии случается раскол, и некогда верный соратник Тараки Хафизула Амин становится в оппозицию к главе государства. 9 октября 1979 года Тараки был свергнут и убит, а Амин стал главой государства. Его борьба с религией приняла нешуточные обороты. Фактически на самом высоком уровне был принят лозунг на помойку Коран. Мул и прихожан мечети расстреливали прямо на улице, а Мин развернул невероятный, нешуточный по своему масштабу политический террор, всячески подавляя оппозицию. И Афганистан ждет полный хаос, поэтому было принято решение о вводе советских войск в Демократическую Республику Афганистан. 12 декабря 1979 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и специальная комиссия Политбюро ЦК КПСС приняли решение ввести в Афганистан советские войска в целях интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения возможности антиафганских акций со стороны сопредельных государств. В Афганистан вошла 40-я армия и оказалась втянутой во внутренний конфликт между правительственными войсками и радикальными исламистами, которые всячески сопротивляли строительству социализма в стране и объявили джихад и правительству страны, и шурави, как они называли советских военнослужащих. Отряды маджахедов поддерживали власти США и Пакистана. Обоснованием решения были статья 4 Советско-Афганского договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 1978 года, а также статья 51 Устава ООН о праве государства на самооборону от внешней агрессии. По оценкам Минобороны СССР, в разные годы численность боевиков, противостоявших в Афганистане советским и афганским правительственным войскам, варьировалась от 47 тысяч до 173 тысяч человек. В феврале 1980 года участились случаи нападения маджахедов на механизированные колонны, а также гарнизоны советских войск. В конце месяца в Кабуле прошли массовые антиправительственные выступления. Было обстреляно Советское посольство. После этого руководство СССР приняло решение начать совместное с армой Демократической Республики Афганистан активные боевые действия по разгрому вооруженной оппозиции. И одновременно с этим советские военные специалисты проводили реорганизацию и укрепление афганских вооруженных сил. Советские войска также практически непрерывно участвовали во внеплановых боевых действиях против обнаруженных отрядов исламских боевиков. С 1979 года до 1989 года 40-й армией командовали генерал-лейтенанты Юрий Тухаринов, Борис Ткач, Виктор Ермаков, Леонид Генералов, Игорь Родионов, Виктор Дубынин и Борис Громов. Вывод советских войск из Афганистана проходил в два этапа. С 15 мая по 15 августа 1988 года более 50 тысяч солдат и офицеров 40-й армии покинули Джелалабад, Газни и Гордес на востоке, Кандагар и Лашкаргах на западе, Файзабад и Кундуз на северо-востоке страны. С декабря 1988 года по 15 февраля 1989 года была выведена вторая половина воинских частей 40-й армии. 4 февраля последнее подразделение 40-й армии покинуло Кабул. В октябре 1991 года советское правительство приняло решение о прекращении военной помощи афганскому правительству с 1 января 1992 года. В апреле 1992 года режим президента Афганистана Джебулы пал. Власть оказалась в руках у Переходного Совета Маджахедов, провозгласившему Исламское государство Афганистан. В ноябре 1994 года в вооруженную борьбу за власть вступило радикальное исламское движение «Талибан». Позднее талибы заняли Кабул и провозгласили Исламский Эмират Афганистан. Многие из тех, кто прошел эту войну, до сих пор продолжают трудиться в самых различных профессиональных сферах. Мы отдаем дань памяти солдатам и офицерам, всем тем, кто остался верен своей клятве и ценой жизни исполнил свой долг перед Родиной.